Шадринск вновь собрал любителей циркового искусства. Во Дворце культуры в седьмой раз состоялся открытый фестиваль любительского циркового искусства памяти Лидии Александровны Нелюбовой. На сцене собрались семь цирковых коллективов из города Шадринска, Реж и Каргопольского района. В программе приняло участие более 140 человек от трех лет и старше. Они представляли пластические этюды, акробатические номера, также выступали клоуны и дрессированные животные. На сегодняшний день цирковое искусство, оно как бы не пользуется популярностью, очень сложный вид эстрадного циркового направления. И у нас он здесь сохранился только благодаря уникальному человеку Лидии Александровны Нелюбовой. Она и на сегодняшний день в городе Шадринске все цирковые коллективы, которые сейчас работают и которые сегодня будут представлены на сцене, руководители – это все выпускники Лидии Александровны Нелюбовой. В целях сохранения традиций коллективов оригинального жанра, повышения художественного уровня репертуаров организаторы привлекают профессионалов циркового искусства. В этот раз свою программу в Шадринск привезла выпускница Лидии Нелюбовой Елена Зайкова. Ее дрессированные питомцы поразили зрителей легкостью исполнения трюков. Да, серьезные гости – это Лена Зайкова, это тоже выпускница Лидии Александровны Нелюбовой. Сейчас она работает в профессиональных коллективах по всей стране, работает и сегодня она у нас в гостях. И ее товарищ Александр – очень замечательный клоун. Там будут дрессированные собачки, очень уникальные дрессированные обезьянки и профессиональные номера в качестве гостевых коллективов, которые подарят, думаю, что радость и хорошее настроение тем, кто сегодня будет принимать участие. Одним из образцов гибкости и пластики на мероприятии стали воспитанники циркового коллектива «Радуга». Они заставили публику с замиранием сердца следить за каждым трюком и приемом эквилибристики, которая требует виртуозной точности. Как делятся сами участники фестиваля, для того, чтобы всего этого достичь, ходить в цирковой кружок нужно с раннего детства. Я пошла в цирковой, когда еще была совсем маленькая, меня отдала туда мама. И с того момента мне это завлекло, весело и интересно. Хоть люди вырастают, но в душе они все равно остаются детьми. И как всем детским коллективом заниматься очень весело и интересно. Это необычный, интересный жанр. Это, конечно, все очень сложно, к этому нужно много готовиться. Он интереснее, чем также в партере. Все свои мечты хочу исполнить и в будущем продолжить свою карьеру в цирковом искусстве. По окончанию фестиваля каждому коллективу была вручена памятная сувенирная продукция в виде дипломов участников, вымпелов и сладких подарков.